Оливковое масло Разогревать, только разогревать, если это не жарко как таковое, а когда же что-то жарят, да еще многократно, когда вы приходите где-нибудь в рестораны, в кафе, фастфуды, там особенно это любят прожаривать на одном и том же масле многократно, это очень большой вред. Это вот как раз та группа продуктов, в которых мы хотели сегодня поговорить, так называемые амогенные продукты. Ну, давайте приступим к этим амогенным продуктам. Вот раз мы заговорили, то растительное масло, если его нагреть свыше 100 градусов, да, что происходит при жарке, потому что при жарке температура поднимается до 200, а то и до 300 градусов при сильной жарке. Это масло меняет свои свойства и оно практически становится столь же опасным, как и сильнейшие канцерогены. Вот, то есть канцерогены это вещества, которые разблокируют онкогены клеток и превращают клетку обычную в злокачественную. Вот, кроме того, они нарушают лимфодренажную систему организма. Это приводит к накоплению экзоэднотоксинов, прежде всего, к подкожно-жировой клетчатке. И, наконец, они вытягивают эти экзоэднотоксины во все ослабленные органы. То есть, и так это первый продукт. Кстати говоря, даже просто рафинированные масла, так широко рекламированные с точки зрения аюрведа, рафинированные масла использовать категорически нельзя, потому что именно эти масла уже само по себе совершенно бесполезны. Они не содержат самых ценных компонентов. Но, если бы это было просто нейтральное масло, в котором нет ни витамина Е, ни витамина А, ни каких-то ценных компонентов других, оно еще и, ко всему прочему, нарушает лимфодренажную систему. И близко стоящий продукт к этому, который надо сразу сказать, это маргарин. Маргарин, который в свое время получил популярность в 60-е годы, даже раньше, в 60-е был большой бум, считали, что замена масла маргарином приведет к уменьшению роста атеросклероза. И повсеместно во всех странах Запада стали применять маргарин взамен сливочного масла. И получили вместо снижения атеросклероза, наоборот, его буйный рост. Потому что маргарин это не что иное, как растительное масло, в которое искусственно добавляется, то есть оно приведено в те изомеры, которые соответствуют животным маслам. И поэтому маргарин, он задержит такие масла, которые практически при переваривании моментально образуют вот этот вот бета-холестерин, либо протеиды низкой, очень низкой плотности и хиломикроны. Поэтому маргарин использовать с точки зрения аюрведы категорически нельзя. Конечно, в древних трактатах про маргарин ничего не упоминалось, потому что тогда никому в голову не приходилось создать такой совершенно ужасный, разрушительный продукт. А чем объясняется, простите, то, что все-таки он уже создан, и его довольно повсеместно, можно сказать, употребляют? Это бизнес или это что, неграмотность? Это еще инерция того, что было создано в 60-е годы. А на самом деле сейчас люди, многие не знают, не понимают, почему маргарин вреден. Но они знают, что маргарину не надо покупать. И маргарину покупают только люди, которые находятся за чертой бедности, а не вынуждены покупать, поскольку это очень дешевый продукт. То есть это растительный продукт, который переведен искусственно в форму, которая соответствует животным. Игорь, ну попутно у меня тогда вопрос, тоже по всей вероятности достаточно вредный продукт, это майонез. Как Вы к этому относитесь, поскольку, ну, насколько я помню, и сейчас это все повсеместно. Новый год, это салат оливье, а салат оливье, естественно, заправляется только майонезом. Тогда и вредность майонеза состоит в сочетании ему компонентов. То есть это эффект бинарного оружия. То есть бинарное оружие, для тех, кто не знает, оно является сочетанием абсолютно нормальных, безвредных компонентов. Но если их соединить, то это оружие обладает страшной либо разрушительной силой. Если это химическое оружие, то оно вызывает сильные отравляющие действия, если их соединить вместе. Вот здесь соединяют, по сути дела, сливки, желатин, сметану и, что самое неприятное, это уксус, который вызывает смещение по аж крови в кислую сторону. То есть развивается, по сути дела, ацидоз, который запрограммированный ацидоз, пищевой ацидоз, не метаболический, а именно пищевой. И при этом, как только развивается ацидоз, то все продукты, которые называются ульяной амой, продукты неполного метаболизма, они начинают сожгаться во всех ослабленных тканях. Поэтому в этом отношении кетчуп еще более, чем майонез, потому что майонез может, так сказать, иногда это не приведет к этим последствиям, но если это будет кетчуп, то, что так любят сейчас, люди без кетчупа не представляют себе жизнь, то это еще более опасный, как и все оксусодержащие продукты, как и все маринады, но майонез опасен именно тем, что там сочетание сразу целого ряда продуктов и химических веществ, которые можно добавить для того, чтобы сэкономить в натуральных продуктах. Продолжение следует...